Ну что ж, всем привет, ребят! Мы продолжаем играть в Mountain Blade, находимся мы в Джилкале, жду я прибытия новых вассалов. Калиса тут тусит с другими леди. Жаль, что я до сих пор не нашел бархата для того, чтобы сделать в каком-нибудь из замков свой собственный двор, так что приходится гонять по разным замкам, разбираться, что здесь да как. Нам нужно вынести еще вот Грюнвальд, Эргелон, Вилука, разумеется, Джилкалу и Альмеру. И тогда мы всех роддоков захватим, и останется нам только копить силы для того, чтобы идти прямиком на сваде. И тогда вот мы, когда вот это все захватим, пойдем на Нордов. Я уже рассказывал вам свой план не единожды, так что вы все прекрасно и без меня знаете. Ну, Бахиштур. Бахиштур, оказывается, у нас хочет повыситься. Бахиштур, для тебя все что угодно. И Дженерио, он прокачивать пока не согласен, так что мы ему прокачиваем тактику. Тактику он тоже прокачивает, не согласен, к сожалению, так что мы два очка ему вкинем в обучение. Даже три можно вкинуть в обучение, я так подумал. Три очка в обучение. Все, отлично. А, у меня еще Нордские ветераны хотят прокачаться до Хускарлов. Ребят, так вы совсем молодцы, оказывается. Хорошо, посмотрим-ка, что там у нас с гарнизоном Вилуки. Вилуки тут у нас... Ой-ой-ой-ой-ой, гарнизон-то большой, так что мы, наверное, возьмем Клайса, наверное, с собой. А, нам нечего есть. Бахиштур, Бахиштур. Нам, кажется, ничего есть, так что мы идем... Бундук, вернее, там было не Бахиштур, так что мы идем по-быстрому, закупимся едой разнообразной, чтобы там мораль отреда не падалась и так далее. И Бархата мы, я так понял, еще не скоро найдем, так что у нас долгое время будет наш замок, наш двор находиться в Вилуке, так что приходится нам чем-нибудь жертвовать. Я не знаю, брать ли с собой Клайса. Ладно, возьму Клайс, пошли со мной. У вас есть для меня здание, следуйте за мной. Вот, Клайс, молодец. Идем, Клайс. Так, на Вилуку мы давайте поучаде все начнем захватывать. Ага, тут свадия. Слушай, свадия, прекращай, это я должен захватывать эти замки, а не вы. Черт, у вас свадия. Ладно, я тогда Грюнвальд захвачу. Кто это, ебделис, захватил? Я не помню, я отдал кому-то, ебделис, или нет? Короче, нужно уже, я так понял, на Вилуку идти, потому что... Да не будет мира, не будет, чувак, прекращай. Как ты, почему он постоянно мне предлагает? Тип, что ты делаешь? Ты, я не знаю, хочешь повоевать? Ну, давай. Конечно, все что. А, он возвращается обратно. Короче, ты задолбал меня, ты что, мне нужно тебя по-быстренькому разнести, так как он хочет-хочет захватить Сибделис. Разумеется, нужно его поломать, потому что таких ребят я не уважаю, которые, когда нет гарнизона, там, в крысу как-то пытаются захватить замки. Приходится их выносить, мешают они моим планам. Свадия, черт побери, один за другим захватывают замки Роддеков. А с Танами Роддеков почему-то я воюю, а не Свадия. Они просто себе феоды отбирают, это мне жутко и не нравится, так что Свадия будет следующий, кто получит от меня люлей. Так, что ты там себе позволяешь, Тан? Хочешь попробовать моих Хускарлов убить, что ли? Без шансов, чувак. Нельзя так просто взять и убить Хускарлов в Калерадии. Ну, а на самом деле это нордские Хускарлы, но я их называю Хускарлы Калерадии, потому что они будут теперь в моем королевстве, одним из основных войск. Придется именно Хускарлами воевать против Свадии, так как если я наберусь в идиских рыцарей для того, чтобы воевать против Свадии, будет очень сильно падать мораль отряда. Это нам, конечно же, абсолютно не нужно. Так что приходится, приходится, приходится медленно передвигаться, да, из-за Хускарлов. Ну да ладно, зато они очень сильные. Готово, конечно же ничего не берем. О, повысится кто-то хочет. Сейчас мы уже всех до Хускарлов прокачаем. Ладно, пойдем тогда, наверное, на Велуку, потому что маленькие замки нет смысла захватывать или есть. Тут от Велуки все решили убежать. Они там со Свадией сражаются, а мы пока пойдем на Велуку. Но в Велуке очень жесткий гарнизон, действительно. 105 арбалетчиков, потом еще арбалетчики, куча арбалетчиков. Клайс там рядом со мной будет, нет? Ну вот вместе с Клайсом уже можно попробовать, на самом деле. А ну-ка, может еще кто-нибудь притусит? Так, а ну-ка ждем здесь. Давайте, ребят, хотя бы несколько вассалов. Ага, кто это у нас? Мерига. Кто-нибудь еще будет? Так, вы куда? Ребят, не надо их... Давайте, ладно, их развалим. 223 против 14. Я думаю, это не особо... Ох, Клайс побежал, побежал просто. Крутой у него шлем, прям как у меня. Да. Клайс просто не совсем ничего не боится, бежит просто в первых рядах, пока все там... Его и мои войска сзади бегут. Клайс просто готов на все. Ладно, главное, что у меня есть там мои соратники, которые должны прокачиваться, так что мы с ними тоже в первых рядах бежим. Клайс просто разнес, разнес. Ну, уже сбили его коня, слабак. Моего коня так просто не убить. Эмира там просто, по-моему, разрубают, да? Нет, не Эмира, не Эмира. Да почему-то мне показалось, что Эмира кого-то убила, но нет. Дешави кто-то решил ранить. Какой-то глупец, потому что Дешави невозможно убить. Ребят, надо же это знать. Ну-ка, до свидания. До свидания, до свидания, я сказал. Есть. Готово. Беглец просто, поучи. Хускарло там выбрасывает топоры во все стороны. Ну ладно, вообще-то, разумеется, мы их без проблем разнесли вместе с Клайсом. Так что у нас все под контролем. Готово. Понятно, что с Клайсом у нас улучшились отношения. Мы получили одну единицу морали, и все у нас хорошо. А, они там еще с кем-то сражаются. Мы, ребят, Вилуку вообще-то штурмовать собрались. Но Вилуку у нас с лестницами, да, мутится? Хорошо. Мы ждем, пока Клайс к нам подойдет. Вместе со всеми ребятцами. Так, ребят, у нас тут вообще-то поход наш. Вы куда убежать-то решили? Ребят, у нас поход, я говорю. Так. Клайс, ты не должен путешествовать. У нас здесь как бы туса. Я хочу завершить кампанию, следуйте за мной. Хорошо, я так и сделаю. Ага, ну я не знаю, куда Мерига решил убежать. Это очень странно, на самом деле. Ну да ладно. Давайте так, Грюнвальд осадим лучше. Потому что Вилуку мы последнее заберем. Вот, 210 гарнизона, это просто. Лестница для штурма. Ибделес опять туса осадил. Ладно, мы сейчас с Клайсом заберем Грюнвальд по-быстренькому. Атаковать без вас. Сейчас повести своих воинов на штурм, конечно же. Ох, это такой себе, на самом деле, замок. Его сложно захватить, я думаю. Потому что подниматься вверх, тем временем, как арбалетчики всех выносят. Это довольно напряжно, на самом деле. Но, тем не менее, приходится это делать. В конце концов, с нами еще вассалы... Вернее, не вассалы, а простые войска Клайса. Так что мы без проблем заберем этот замок. Но проблема в том, что мы можем потерять довольно много войск. Так вот, поднимаясь наверх. Потом еще обратно вебдили шпилить просто для того, чтобы отбить там атаку. Сфадийский застрельщик был у Клайса. Что-то у него вообще, на самом деле, очень странная армия. Убили все-таки сфадийского застрельщика. Но у меня тут вегерские меткие лучники рассказывают, кто право, кто нет. Так что... Так дайте мне, пожалуйста, залезть. Да что вы, издеваетесь, что ли, ребят? Я просто хочу залезть и ходить там разносить арбалетчиков. Ну, я так понял, здесь очень много арбалетчиков, и это все будет не так уж и просто. Так-так-так, не упасть, не упасть, не упасть. Я сказал, ребят, не толкайтесь, пожалуйста, дайте пролезть-то. Я понял, у меня просто все, кому не лень, попадают. Я не могу выбраться наверх, и такое чувство, что я сейчас с очень большой высоты упаду. Мне как... Я понял, я не упал, это круто. Но я вообще, на самом деле, улажу по замку. Проблема в том, что я не могу туда просто выбраться, реально. Куча, огромное количество народу пытается залезть, и в этом случае мне жутко сложно вылезти, так как лестница очень узкая, не все толпятся. Но вылезти это как-нибудь придется, потому что арбалетчики один за другим убивают моих и класс ребят. Прибыли новые враги, а? Что-то подкрепление нашего не пребывает. Ребят, ну продвигайтесь, пожалуйста, дайте я вылезу. Концы до концов. Мне приходится в самом крайнем, на самом деле, лезть. Это не особо круто, но ладно, уже раз лезем, то тогда ладно. Ранили очередного моего Хус Карла, что у него... Да хватит в меня попадать просто. Ну все, арбалетчики, я зол, я в ярости, иду вас разносить. Так. Ох, 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 больно ведь. Ребят, извиняюсь, но нужно с вами что-то делать, потому что... Ой-ой-ой, они тут неплохой урон вносят, слушайте. Да, еще и зажали меня, сейчас, может, меня даже убьют. Меня убили. Меня убили какие-то арбалетчики, это вообще жесть. Ладно, придется дальше идти, приготовить лестницы для штурма стен. Поехали. Как же я мог так тупануть-то, а? А я не понимаю, зачем еще раз лестницы готовить? Вам не кажется, это как-то странно. Мы не можем просто еще дальше пойти, и все. Зачем еще раз готовить лестницы? Ну в этот раз я просто постараюсь одним из первых побежать. Блин, это жестко, я так затупил, конечно. Но это все потому, что вот ты залазишь по лестнице, и тебя и слева, и справа в башне валят арбалетчики, и очень сложно что-то с ними сделать на самом деле. Вот, пожалуйста, просто сколько стрел у меня влетает, эти роддоки. Сейчас мы опять потеряем кучу войск, потому что тогда они уже прошли, и было попроще. А сейчас им обратно придется толпиться вот это вот. И у меня еще, как всегда, немножко подлагает клавиатура, я еле поднимаюсь, блин. Сейчас в очередной раз я могу упасть, что еще очень-очень-очень не круто на самом деле. Но хотя бы собрать этот замок, и то было бы хорошо, потому что... То, что так надо. Кому его отдать, я не знаю, потому что я не помню отношения с моими пацанами. Но кому-нибудь я его точно отдам, потому что у меня не так уж и много вассалов. Если меня, конечно же, опять не сбросят вниз, ребят, не издевайтесь, у меня уже... Один с другим просто моих ребят выносят. Дайте мне как-то здесь продвинуться, пожалуйста. Я готов уже просто куда-нибудь вбок здесь вылезти. Вот, допустим, вот сюда вот, на этих арбалетчиков. Какие-то странные звуки, как будто вертолет летит, я не знаю, что это такое на самом деле. Вот-вот только, буквально на секунду убрал щит, и в меня впритык чуть ли не попал лучник. Так, ну давай. Ну, чёрт, ты не стреляешь-то? Что это за странный звук, я не понимаю. Походу, какой-то баг там со стрелами или что, я не знаю, но... Этот звук мне не нравится, так что можно быстрее от него избавляться. А чтобы от него как можно быстрее избавиться, нужно просто-напросто захватить этот чёртов замок со своими вот этими вот арбалетчиками роддыхскими. Я вот уже просто внемлю, как я пойду, допустим, захватывать замки Саранидов или Ханства там, и... И просто мне никто не будет мешать. Вот эти вот миллионы арбалетчиков ничего не смогут не сделать, я буду просто ходить, никаких-нибудь пеших ребят запросто выносить, это будет прекрасно. Я понял, что, может, это вот этот вот лаг вот тут в стене застрелётся или нет? О, по всей видимости, да. Всё, лагов нет. Так, теперь мы идём к другому стаду этих самых арбалетчиков. Тут они... Их поменьше, по-моему, да? Но они, тем не менее, всё равно остаются очень сильными, потому что они постоянно здесь прокачиваются, как я понимаю. Так что нужно наказывать таких... Сколько их там осталось-то? Ё-моё, только у нас ещё 63 врагов. Где же они все? Ага, они снизу, ещё сейчас с этим будут проблемы. Я надеюсь, у нас будет подкрепление, потому что пацаны Клайса и мои Хускарлы должны подниматься наверх. А мы, тем временем, спускаемся вниз. Я, на самом деле, побаиваюсь немножко уже за своё здоровье, потому что... Однажды меня смогли... Ох, там лучников! И тише, я не хочу туда спускаться, мне страшно! Я не знаю, что там будет происходить, поэтому я решил переждать, на самом деле, всё это дело и посмотреть, что там получится. Хускарл, давайте просто все спускайтесь, чтобы мы там... Чтобы они уже затанковали, а я просто так скрытно-скрытно подошёл и начал их... Поотбивать понемножку, потому что... Ну-ка, щиты наготове просто. Мы вбок обойдём, прибыли новые враги. Ну, а что будет? О, я перешёл на тридцать первый уровень, прекрасно. Ох-ох-ох-ох-ох-ох, ребят, 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 это всё шуточки были ведь. До свидания. Ага, он решил просто мансануть от меня. Сколько же вас тут? По-моему, тут не был такой большой гарнизон, что они... Противники-то прибывают и прибывают. Слушайте, это прям жесть, кажется. Ну-ка, давай, один на двоих раз... Это свадийский рыцарь, если я не ошибаюсь. Оказывается, свадийский рыцарь у Клайса имеется. Клайс, по сейденности, вассалом свадия в своё время был. Свадийских рыцарей я... Не от кого, на самом деле. Короче, я их сразу различаю, так что... Так что, да. Так, хорошо, хорошо. Кому мы хотим его отдать? Горная разборка. Кого мы здесь можем взять? Саранецкий, нет, на самом деле, никто не нужен. Так, кого мы можем его отдать? У кого там меньше всего на дело? Вот, у Мериги всё лишь одна деревня. Мериги отдадим. Мерига 15. Минус 2 у Туригора, да? Туригору, короче, нужно будет следующее чайное дать. Хорошо. И тогда мы прокачаемся. Прокачаем наших ветеранов до Хускарлов и воинов до ветеранов. Пожалуйста, пожалуйста, всё отлично. Себя теперь мы прокачаем. Так, не по сваде. А, это вообще не Мерку, это хорошо. Качаем мы себе пока что... Ловкость, если я не ошибаюсь. Так, сейчас, секундочку, ребят. Так, всё, продолжаем. Качаю себе ловкость. Пока что хочу прокачать мощный... Нет, стоп. Владение оружием, владение щитом до десяточки. И вот качаю ещё я себе Атлетику. Атлетику надо качать. Всё прекрасно. И одноручное оружие. Прокачиваем, прокачиваем. Так, и идём тогда мы дальше, наверное, на Альмеру, я так понимаю. Так, что у меня без клавиатуры? Это что ж такое с ней постоянно? Альмера, Альмера, Альмера. Тусим мы к Альмере. Так, это Роддеки. Короче, Роддеки меня не интересуют. Клайс к нам подойдёт? Или Клайс решил домой обижать? Клайс рядом. Это круто. Альмера. Кто это воюет-то с Альмерой? Я не понял. А-а-а! Оказывается, ещё и... Альмеру тоже захватывают. Но в этот раз уже... Султанат. Что-то все прям Роддеков бьют. Давайте хотя бы Джаммер захватим, что ли. Джаммер. А, так тут вообще гарнизон фигня. А нет, 147. Это я не заметил. Но тут много Таанов всяких. Давайте Джаммер захватывается. Единственное, что здесь осадная башня, конечно. Но зато мы сможем пройти запросто. Джаммер мы захватим. Отдадим его Туригору. И будет у нас всё в шоколаде. Альмера уже захватит себе Султанат. И нам останется захватить Вилуку. И потом мы уже пойдём на свадью. Захватим Идеалян. И захватим Правен Суно Уксхал. И будет всё круто. Отклонить. Всё, Роддеки. Вам уже настал конец. У вас такая Вилука осталась. Вилуку обязательно должен я захватить. Потому что если кто-то другой захватит Вилуку, это будет не круто. Роддеки пытается, пытается что-то мне против... Клайс же тут был. Клайс убежал, что ли? А где Клайс-то? Не-не-не, сам я не пойду. Подожди. А где Клайс? Я не понял. Клайс решил смотаться. Слушайте, ну без Клайса я не хочу. У меня мало, на самом деле, войск. Я не хочу тратить всех своих Хускарлов. Клайс-то куда смоталось-то? Давайте мы сгоним в Джилкалу, посмотрим, находится ли там кто-нибудь. Потому что, по идее, я захватил замок. Может, какой-нибудь новый вассал решил примкнуть к моему королевству? В последнее время, нет. Клайс, 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 разочаровываешь ты меня. Кто здесь у нас находится? Мормун. А ну-ка, Мормун. У тебя гарнизон, на самом деле, нормальный. Так что я хочу, чтобы ты со мной пошёл, Мормун. Нам нужно Джаммер захватывать, Мормунчик. Да, Сир. Вы не пожалеете, что передали Юдерис мне. Мормун. Мормун, я хочу, чтобы ты завершил эту кампанию. Отлично, Мормун. Ты прям так на неё пришёл. Я хочу начать новую кампанию. Всё, Мормун, погнали. Мормун, ты должен выйти из замка. Кто это осадил Юдерис? Что за дурак? Райнч, убегай отсюда. Да что ж ты за ним-то бежишь, Мормун? У нас тут кампания. Ну, хоть кто-нибудь придёт ко мне? Я отклонил там или нет, потому что я случайно мог принять. Мормун, почему, почему ты не хочешь со мной? Короче, вдвоём с Мормуном захватим, раз никто не хочет приходить. Мормун вообще такой странный. Я к нему пришёл, он говорит, давайте организуем кампанию. И сейчас он прям такой спиной ко мне стал, знаете, там морозится от меня. Мормун, я сейчас у тебя Ибдельс-то заберу, я могу. А нет, следуйте за мной. Хорошо, я так и сделаю. Вот, прекрасно. Всё, Мормун, погнали. Так, Мормун, мы идём захватывать Джавиш. Только посмей тут что-то мне предъявить. Мормун, давай-давай-давай-давай-давай. О, ещё кто-то, Мерига ещё пришёл. Прекрасно. А то Регор так и не пришёл, потому что у меня с ним минус отношения. А я вообще-то, Регор, тебе замок подыскиваю. Засранец ты такой. Ибдельс-то-то осадил. Это что за глупые роддоки. В любом случае нам нужно захватить замок. Нам нужно захватить Джавиш, а потом и Ибдельс захватим. В чём проблема-то? Там в любом случае не будет гарнизона. Ибдельс, Ибдельс, Ибдельс. Саранецкий Салатанат, Вегерс, и подошло к концу. Давайте, давайте, ребят. Мы делаем своё королевство. Захватим ещё Велуку, Велуку. Захватили Ибдельс обратно. Смешные вы. Сейчас мы захватим Джамиш. И захватим потом ещё и Ибдельс. И тогда всё будет прекрасно у нас, я думаю. Да отклонить, 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 отклонить. Я не могу. О, ещё кто-то пришёл. Ага, и все убежали. Дождать до завтра. Вот, все придвинулись, наконец-то, обратно. Вот, уже хотя бы более и менее неплохой гарнизончик у нас получается. Всё. Повести своих воинов на штурм. На самом деле, таким движим они могли бы и без меня его захватить, но нафиг рисковать. Лучше со мной, лучше подождём. Подождём. И Джамиш, красивый замок такой, с башенками, прям всё полагается. Ждём. Как всегда, я не люблю вот этого, ждать осадной башни, но вот кто-то писал в комментариях, ну это на самом деле понятно, что осадная башня, это как плюс, как плюсы, так и минусы. Короче, мне приходится долго захватывать замки, но и противники долго будут захватывать мои замки. Так что, вот интересно, Дерим, столица всего-всего, это осадная башня или нет? Потому что, когда я захвачу Дерим, он обязательно будет моим, так как это центр всего-всего, и это очень клёвый город для того, чтобы быть моей столицей. Давайте, ребят, нам нужно их всех раскласить, соберитесь. Мерига ранен кентарбалечком, Мерига слабак просто. Ну, ничего страшного, зато он привёл какие-то войска, так что, ладно, слабак слабаком, но с войсками. Давай-давай, башенка, подъезжай скорее, чтобы все наконец-то закинулись просто, и мы пошли заниматься своими полезными делами. Вот-вот-вот, поднимайтесь, ребят. Ай, как мне в починку-то, десяточку неприятно зарядили, конечно. Ребят, у нас, походу, вообще какие-то слабые лучники, мои вегерские, я чё-то расслабились, походу. Джерамуса ранили, он так уверенно в себе и шёл, на самом деле. Прям я аж расстроен за Джерамуса. Давай, давай, просто выровнись уже. Чтоб все подошли и как можно быстрее захватили этот Джамиш и отдали его Туригору. Упал, просто упал, Витязь, бедняжка. Вы что, издеваетесь? Чего она не падает до сих пор? Как можно так долго ехать? Она уже еле передвигается, реально. Я уже даже не знаю, она там не выпрямится, она просто на голову сейчас этим ребятам упадёт. Ну выпрямляйся ты уже, сколько можно моих пацанов-то ронять? Просто издёвки какие-то. Она уже реально просто неимоверно долго едет, это прямо напрягает, действительно. Вот, она может уже опускаться 100%, ну вот вы гляньте, ну вот она может же. Но она всё ещё по чуть-чуть, просто понемножечку, наконец-таки. Всё, ребят, подвигали, подвигали. Опять меня кто-то попал. Постоянно нужно щит держать, потому что это нереально. Всё, зато хотя бы с одной башней удобно подниматься, это уж точно. Хватит стрелять, арбалетчики, ненавижу арбалетчиков. Так, дайте мне просто пройти к этим арбалетчикам, как же я хочу уже их всех сломать просто. Так, а ну-ка пыш отсюда, мне нужно именно с арбалетчиками побазарить. Арбалетчики, я буду мстить просто. Вот так вот просто, рэмпейдж на арбалетчиках. До свидания. Ну-ка, кыш. Ставим блок просто и рубим, рубим. Так, а где ещё-то... Ага, я понял, куда мне нужно бежать. Подлые арбалетчики ещё не наказаны. Так, а ну-ка, кыш. Кыш. До свидания. Всего хорошего. Бежим к арбалетчикам. Ребят, я иду. Вот-вот вам. Кускарлский щит. Стреляйте в него. Сколько вам влезет. Так, теперь щит мы меняем и с гордостью просто залазим разносить этих арбалетчиков. Я уже прям внемлю. О-о-о-о. Идите сюда, родные мои. Ребят, 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 ребят. Вас, мечи, это не ваш профиль. Вы же мне ничего не сможете сделать. А нет, сможете. Но я сильнее всё равно. До свидания. Даже сколько ты можешь обороняться-то? Там один уже убежать, убежать решил. О-о-о. Какой же он просто отверженный. Как ему больно. Ещё там немецкие-то. Ага, туда мы, значит, идём спускаться, чтобы уже основные массы, так сказать, додавливать. Сколько мы их уже убили-то? 75 всего лишь? А их там в гарнизоне, кстати, предостаточно. Так что я не знаю. Мы их, скорее всего, долго будем ещё бить. Так что я думаю, Ибделис я уже без записи захвачу. Прибыло подкрепление. Это приятно, приятно. Спускаемся просто и жмём их, жмём со всех сил. Главное, что... А, там ещё сверху есть товарищи. Вот у тех сверху, я пойду с ними поразговариваю. Так, ну-ка, прыжок. Опа. Просто. Мы идём разговаривать с теми ребятами сверху, пока наши пацаны выносят тех, которые снизу. Какое-то расстояние показывают. Я даже не знаю, что я нажал. Расстояние, счёт, интересно. Так, ладно. Мы идём бить арбалетчиков. О, так тут у вас, ребят, целая туса, слушайте. Приятно, приятно. Так, до свидания. Ух там. Реально их огромный движ, этих арбалетчиков. Нам нужно сначала этих донести. И понемножку отправляться к следующим. Арбалетчики, это реально основная проблема против арбалетчиков. И вот их нужно прям первым делом выносить. И эта задача, на самом деле, не из лёгких. Потому что нужно иметь крепкие нервы, чтобы правильно их уносить. И у меня почему-то чешется ухо. Придётся один наушник снять. О, да. Теперь обратно одеть. Хорошо. Так, теперь спускаемся вниз своим ребятам помогать. Они там, на самом деле, уже сделали зажимбомбу такую, чтобы никто не мог выбраться. Куда бежит этот парень? Я представить себе не могу. По-моему, я тут уже всех вынес, ребят. Ты немножко приопоздал. Ну давай, ладно. Фигирский воин, давай. Я тут пока запаркурю немножко. Совсем немножко, совсем чуть-чуть запаркурю. Главное тут не умереть по-глупому. Потому что если я умру, то... Тогда нам придётся снова строить осадную башню. Это невыносимо долго. Так что я буду стараться не умереть. Так, не помешало бы нам небольшое подкрепление, на самом деле. Чтобы мы прям их давили очень плотно. Вдруг до свидания. Угу, тут у нас... Всё, наша взяла. Приятно, приятно. А вигирский воин всё ещё бегает просто вокруг. Так, Туригору мы отдаём всё это дело. Так, Туригорыч, Туригорыч, ты где? Ох, тут сколько мы всего можем забрать. Но мы это не будем делать. Туригор! Да, наверное, Туригор. Туригор, тебе. С кем у нас минуса? Нет минусов? Приятно. Мармуну надо ещё кое-что отдать потом. А, Ибделис, мы просто обратно Мармуну отдадим. И всё, и всё. Ибделис я уже, наверное, без записи захвачу, ребят. Потому что этот эпизод подходит к концу. Если вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх. Всем спасибо за просмотр. Пока и удачи вам. Всего хорошего, ребят.